Привет дорогие любители физики и физических опытов! И эксперимент, который я вам сейчас покажу, если вам его не показывали в школе, то это очень зря, потому что для него не требуется никакого сложного оборудования, а результат очень впечатляет. И для этого эксперимента мне понадобится вот эта пластиковая белая труба, она и внутри тоже белая, ее задняя стенка очень светлая, и вот эта крышка с отверстием посредине, а сама крышка заклеена черной бумагой. А теперь посмотрите, что я сделаю. Я закрою трубу крышкой и удивительным образом оказывается, что отверстие в центре, оно гораздо чернее, чем крышка, хотя там внутри, мы помним, белые стенки. Ну и еще одна часть этого опыта. Я бумагу отделяю, а под ней находится бархатная бумага, которая отражает, наверное, меньше одного процента падающего на него света. Ну и видно, что отверстие оно или настолько же черное, как эта бархатная бумага, или может быть даже чуть-чуть чернее. Ну и вот эту черноту отверстия, при том, что внутри труба совершенно светлая, как мы это сейчас снова видим. Нам ее нужно взять и объяснить. Для этого рассмотрим луч света, вошедший внутрь камеры через отверстие. Этот луч рассеивается на стенки во все стороны. И пусть при каждом рассеянии он теряет 10% своей энергии, а сохраняет 90%. Отверстие в нашем опыте было совсем небольшим. И пусть его площадь составляла одну тысячную от всей поверхности камеры. Тогда после первого рассеяния из камеры видит 0,9 умножить на одну тысячную вошедшего света. При втором рассеянии свет снова теряет 10% энергии, а сохраняет 0,9 в квадрате от первоначальной величины, из которых однотысячная выходит наружу. Третье рассеяние дает 0,9 в кубе и так далее. У нас получилась геометрическая прогрессия, сумма которой равна девятке. Так что в целом в нашей модели через отверстие выйдет 9 умножить на одну тысячную вошедшего света, что можно округлить до 1%. А эта величина как раз и соответствует коэффициенту отражения черного бархата. И теперь мы можем дать определение абсолютно черного тела, как его понимают физики. Это такое тело, которое не отражает падающих на него лучей. Ну или иначе, поглощательная способность которого равна единицы, а соответственно отражательная способность равна нулю. И в этом смысле мы получили очень даже неплохую модель абсолютно черного тела. Ее, конечно, можно было еще улучшить, если бы мы всю внутренность трубы тоже оклеили бархатом. 0,9 в той нашей формуле превратилась бы в 0,01. Ну и плюс еще бы мы уменьшили отверстие, и тогда бы из этой системы выходила просто ничтожнейшая доля упавшего на нее наружного света. Но при этом надо понимать, что хотя абсолютно черное тело не отражает того излучения, которое на него попадает, но при этом оно само может излучать просто потому, что оно имеет какую-то температуру. Ну и вот отсюда из отверстия сейчас, вот помимо того света, который чуть-чуть все-таки вышел наружу, допустим, что его не было бы, при этом выходит излучение стенок этого устройства. Ну, а почему мы его не видим? Ну, во-первых, потому что оно очень и очень слабое, а во-вторых, потому что его максимум находится отнюдь не в видимом, а в инфракрасном диапазоне. Но чтобы разобраться с этим излучением, нам имеет смысл сравнить его с излучением Солнца. А теперь я должен сделать удивительное на первый взгляд утверждение, которое состоит в том, что наше Солнце представляет собой отличный пример абсолютно черного тела. А дело в том, что если бы на Солнце падало какое-то внешнее излучение, это излучение не было бы ни отражено назад, ни рассеяно, но все оно было бы так или иначе поглощено солнечной фотосферой, вот тем внешним слоем Солнца, который мы видим и который, значит, так сказать, светится, сияет и свет которого доходит до нас. А еще для наших последующих рассуждений будет важно знать температуру солнечной фотосферы. Ну, утверждается, что она меняется от 6000 градусов Кельвина на нижней границе, до 4500 на верхней границе. Обычно принимается значение усредненное, которое равно 5700 градусов Кельвина. Ну, а нам для расчетов можно его еще округлить до 6000 Кельвинов. И теперь нам нужно сравнить излучение нашего почти абсолютно черного тела с излучением Солнца. А для этого нам потребуется два закона излучения, закон Вина и закон Стефана Больцмана. Закон Вина связывает температуру излучателя с длиной волны, на которой излучение в спектре максимально. И произведение этих двух величин одно и то же, что у Солнца, что у нашего устройства. Температура Солнца 6000 Кельвинов, а здесь у нас температура комнатная, возьмем 300 Кельвинов, в 20 раз меньше. Значит, длина волны должна быть в 20 раз больше. Ну, если для Солнца, опять же, оценочно взять 500 нанометров, то для этого излучателя получается 10 тысяч нанометров или 10 микрон. Ну, вот такое инфракрасное излучение. Впрочем, мы с вами тоже излучаем на этой же длине волны. Теперь надо поговорить про мощность излучения. Здесь уже нужен закон Стефана Больцмана, который говорит, что эта мощность пропорциональна четвертой степени температуры. Значит, у нас отношение температур двадцатка. Четвертая степень – это 16 и еще 4 нуля – 160 тысяч. Значит, эта штука излучает в 160 тысяч раз слабее Солнца. Ну, и если у Солнца излучение с поверхности – это 6 киловатт на каждый квадратный сантиметр, то здесь у нас, соответственно, в 160 тысяч раз меньше. И это получается что-то в районе 40 милливатт на квадратный сантиметр. Сейчас это наше черное тело на вас туда излучает с такой интенсивностью. Ну, а теперь нам надо спросить, а для чего вообще нужно вводить представление о таком идеальном объекте, как абсолютно черное тело? Вводится это представление для того, чтобы вывести те самые законы термодинамики излучения, которыми мы с вами только что воспользовались. И для выведения части этих законов достаточно моделей классической термодинамики. Но среди них есть и такие законы, для выведения которых Максу Планку пришлось ввести представление о квантовании излучения. И это был самый первый шаг в построении квантовой теории. Но мы с вами в эту сторону сейчас, конечно, не пойдем, а докажем две простых, можно даже сказать, элементарных теоремы, относящихся к термодинамике излучения. И вот самая первая теорема, которую доказал Густав Хиргов. И она гласит, что излучение абсолютно черного тела не зависит от того, из какого материала изготовлены стенки этого тела, а определяется только его температурой. И чтобы доказать теорему, мы рассмотрим такую зеркальную капсулу, цилиндр, и на противоположных стенках разместим два абсолютно черных тела, ну и допустим, что они сделаны из разного материала. Но при этом они находятся при одной и той же температуре. Ну тогда все то, что излучается первым телом, оно будет поглощаться вторым телом, а все, что излучается вторым телом, будет поглощаться первым телом. Ну и нам надо доказать, что эти потоки равны, и для этого мы будем вести доказательство от противного. Предположим, что эти потоки не равны, и первый поток больше второго. Тогда мы можем эти два потока суммарно заменить вот такой стрелочкой, направленной от первого тела ко второму. Это идет передача энергии. Но раз энергия передается в ту сторону, значит первое тело остывает, а второе тело нагревается. Но исходно они находились при одной и той же температуре. И получается, что два тела при одинаковой температуре от одного к другому передается энергия. А это противоречит нулевому началу термодинамики. А потом это тело остывает, а от него продолжает передаваться энергия дальше. От более холодного к более горячему. А это противоречит старому началу термодинамики. Чего быть не может. Следовательно, эти два потока исходные должны были быть равны. И мы тем самым доказали теорему. Теперь вторая теорема о том, как излучает тело, которое не является абсолютно черным. И его коэффициент поглощения, а от слова абсорбция, меньше единицы. Ну, соответственно, от абсолютно черного тела у нас идет некоторый поток энергии. И этот поток частично теперь у нас поглощается. А частично отражается назад. И чтобы соблюсти баланс энергии, нам нужно, чтобы вот эта зеленая стрелочка была перезвучена обратно. Это мы переложим здесь такую же стрелочку. Значит, вот это отражено непосредственно. А вот это тепловое излучение нашего тела, которое красным обозначено. Оно меньше. Ну, и соответственно, чем меньше поглощение, тем меньше и излучение. Ну, и поэтому зеркальные стенки, которые как бы в идеале ничего не поглощают, они ничего и не излучают. А если они поглощают очень мало, как бы уже в реальности, да, как в термосе, то и излучение тепловое тоже очень мало. То, ну, собственно говоря, термос на этом принципе и основан. Ну, и чтобы в нашем опыте поприсутствовало тепловое излучение. Ну, не излучение солнца, которое идет к нам с неба. И не излучение нашей установки, которого мы глазом все равно не видим. Я возьму и нагрею газовой горелкой металлическую пластинку. Так, чтобы эта пластинка раскалилась до красна. Ну, сейчас ее температура составляет, по-видимому, тысячу градусов Кельвина, а может быть даже и больше. Потому что от красного она постепенно переходит к оранжевому. Ну, конечно, надо заметить, что это было не излучение абсолютно черного тела. Хотя спектр здесь, в общем-то, близок. Но, когда вы смотрите внутрь печи через окошко, и тем более внутрь какой-нибудь металлургической печи, где вы видите раскаленный расплавленный металл, то то, что из этого окошка выходит, конечно, тоже можно считать излучением абсолютно черного тела, раскаленного до красна. Ну, и теперь настало время перейти к нашему последнему вопросу. И он будет таким. А как люди узнали температуру солнечной поверхности? Ведь никто из нас там не был, и космические аппараты до этой поверхности тоже не долетали. А если бы и долетели, они бы ничего нам уже не могли сообщить. Ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к этому ролику на ютубе. Субтитры сделал DimaTorzok